Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Мы продолжаем показ дипломных работ выпускников отделения режиссуры кино и телевидения Северо-Кавказского государственного института ИСКУ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Я, конечно, так далеко не закидывал взгляд вперед, как говорится. И, честно говоря, были какие-то проекты, которые хотелось реализовать, но во что это все перерастет и каким станет о них спустя 10-15 лет, я, честно говоря, не задумывался. Но сегодня радуют вот такие факты, что из коллектива вышли уже и заслуженные артисты, и очень много людей, которых узнают, очень много ребят, для которых это стало настоящей работой, настоящим серьезным делом. И выросли до уровня сольных концертов. Это, конечно, радует. Изначально, и учитывая мой жизненный девиз, мое такое видение, в репертуаре коллектива очень много произведений, в которых воспеваются мир, дружба, патриотизм. В принципе, изначально, когда были первые предпосылки создания коллектива, я задумывался над тем, каков будет репертуар, и в основном, на чем будем работать. И по сегодняшний день репутация нашего коллектива такова, что в нас все видят такой интернациональный коллектив, где всем участникам коллектива чужды вот такие вот вопросы, как национализм, как непризнавание культуры других народов. Мы с удовольствием исполняем песни и на разных языках в репертуаре коллектива, а также, не говоря о стилях, есть и песни, и танцы разных народов. Это все служит только в объединению, процветанию мира, дружбы, добра. Вот это, наверное, главная идея, и то, к чему мы стремимся, то, чем в живье. И каждый продукт для нас очень ценен, как ребенок, наверное, можно сравнить, которого мы оберегаем. И не просто какие-то технические задачи мы ставим перед собой, какую-то ноту взять или, не знаю, в хореографии красивую линию показать и все. Главное во всем, во всех делах и в человеке – это душа. Поэтому хотим каким-то элементом, каким-то моментом, вот нашим творчеством, тем, что мы делаем, дойти до души, тронуть душу зрителя. День вершины Эльбруса Счастья, проседания, светлого пути, земля, любви и братства, славься и свети. Эй, Кабардина, Волгария Эй, дорогая моя земля Эй, лучше места не знаю я Эй, Кабардина, Волгария Эй, Кабардина, Волгария Как все артисты любят говорить, я пою с детства. С юных лет, скажем так. Когда я закончил школу, я хотел поступить куда-нибудь связанное с пением. То есть, или институт искусств, или вокальная студия. Скажем так, хотелось с кем-то познакомиться и научиться петь профессионально. То есть, мечта была выйти на большую сцену и спеть серьезную песню. С первого дня, как я пришел в АМИКС, я не переставал работать над самим собой. То есть, я записывал песни. Это разножанровые песни, народные, современные, то есть попса, шансон. Я много перепробовал и сейчас тоже пробую. АМИКС – это место, где происходит столкновение личности и разных взглядов на жизнь. То есть, в АМИКСе можно научиться тому, чему невозможно научиться на улице и, может быть, дома. Заходи, у нас много дел, много мероприятий. Эту неделю надо будет нам с тобой согласовать. Пойду, запишу. Я благодарна этому коллективу за то, что он сыграл немаловажную роль в формировании меня как личности. И, наверное, на сегодняшний день мне хочется вложить в новое поколение все те качества, что когда-то вложили в меня. Анзо, подойди, пожалуйста, посмотри наше новое предприятие. Это та группа, которая содержит культуру. Это та группа, которая пропагандирует дружбу народов, сохраняет традиции, обычаи, уважение к старшему. Не только выходить на сцену красиво, красиво спел, красиво выступил и вышел, но ты должен быть таким же, за кулисами, такой же по жизни, как ты на сцене. Красивый, опрятный. Руководитель Аникса Амиркулов. Человек, который всегда старается помочь, всегда помогает, всегда поддерживает во всем, не только в плане сцены, но и во всем по жизни. Человек, который всю жизнь старался, старается поставить людей на правильный путь, объясняя, что хорошо, что плохо. И, к счастью, на сегодняшний день очень многие, очень многие говорят о том, что на сегодняшний день, что касаемо всех, хоть это свадьба, дни рождения, рождение для детей, что так как АМИКС, мало кто может сохранять обычаи, донести до людей, показать молодежи, показать подрастающим поколениям, в этом слове большой смысл. Слове АМИКС. На самом деле, подрастающему молодому поколению, которое вот-вот хочет выйти на большую сцену, да и не только на большую сцену, а вообще, начиная свое творчество, от себя хотел бы посоветовать никогда не сдаваться, всегда идти вперед, да, это, бывают сложные моменты в этой профессии, бывают и какие-то падения, бывают и очень серьезные взлеты, но, несмотря на это, нельзя и зазнаваться, думая, что вот я уже всего добился, у меня все получилось. У каждого человека есть мечта. У меня, например, мечта была выйти на большую сцену, и благодаря театру песни АМИКС эта мечта реализовалась. Всем тем, кто желает стать известным артистом, всегда открыта дорога в наш театр песни КБГУ АМИКС. На самом деле, каждого артиста стимулируют заслуженные награды. В виде аплодисментов, в виде дипломов, грамот, цветов. Благодаря этим наградам каждый артист старается и стремится становиться лучше, выше, добиваться других каких-то побед и высот. Чтобы каждый артист был востребован, для этого он должен каждый день, несмотря на свое состояние и положение, работать, работать и работать. Когда я была маленькая, я постоянно заходила в эту костюмерную, смотрела на эти прекрасные костюмы. Помню, как вечерами девчонки собирались у нас дома, оставались даже на ночь и вышивали. Каждая вышивала себе костюм по своему вкусу, так, чтобы это все красиво смотрелось со сцены. Сейчас почему-то, к сожалению, мы редко так делаем, но раньше мы делали так постоянно. И я очень хотела, я ждала того дня, когда мне папа разрешит наконец танцевать со всеми вместе, чтобы я тоже сидела ночью, вышивала себе костюмы, чтобы я танцевала в этих костюмах. Но мне очень долгое время не давали такой возможности. Не знаю, почему. В принципе, хочу-не хочу, я все равно часть Амикса, как сказать, часть, очень такая жирная часть Амикса. Вот. Но 15 лет моя мечта осуществилась. Я, конечно, не была частью каждого номера, но уже где-то, где-то, где-то мне давали участвовать. А сейчас я не только участвую в номерах, а даже помогаю их ставить, помогаю ставить концерты. И это совсем другое чувство, другие ощущения. Так уж получилось, что Амикс — это неотъемлемая часть моей жизни. Не просто потому, что я в детстве случайно оказалась рядом с тем местом, где создали Амикса, потому что Амикс — это моя семья, это мои родители, это их третий ребенок, скажем так, третий и, можно сказать, самый взрослый, потому что этот ребенок пережил больше всего. И я видела все поколения Амикса, можно сказать. Я помню каждый состав, помню каждого человека. И что я могу сказать об этой большой семье, это на самом деле семья, потому что мы всегда вместе, несмотря ни на что. Что я могу сказать об этой семье, это то, что каждый человек, приходящий в Амикс, проживает свою маленькую историю большой любви к этой семье. Тебя увидев лишь раз Навеки полюбил Огонь твоих корислав Меня с ума сводил Тебя я сразу узнал В мечтах был образ свой А дождик капли ронял И танцевал с листвой Песня моя Песня моя летит Песня летит Счастье мое найти Счастье найти Сбудит вся любовь Для нас Для нас Нашей любви Алмаз 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 Нашей любви Алмаз 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 Нашей любви Алмаз Продолжение следует... Валерий Коншибевич Бакаев немало ездил по миру. Сам Бакаев о своей службе особо не распространяется, предпочитая на уроках английского заниматься именно английским. О том, что из молодых аспирантов могут готовить военных переводчиков, никто особо не задумывался. Да и не было формально такой профессии – военный переводчик. Переводчики, работающие в зонах военных действий. В документах значились как технические специалисты. Валерий Бакаев был инженером ракетных войск. Родился в 1939 году, 20 января. По паспорту я зарегистрирован 20 февраля. Конечно, мне будет 80 лет всего-навсего. Надеюсь дотянуть до 100. О семье я могу рассказывать очень долго. Родился в городе Нальчики, в центре этого города. Это называлось раньше «Садик свободы». Там стоял старый-старый музей краеведческий. И с краю пристройка была, небольшого размера домик. Там я и родился, и там и жил мой отец, и мама, и старший брат. Вообще нам имена дала моя тетя, которая жила в Саратове. Дед мой Хамгот. Детей у него было 13. Восемь мужчин и пять особ женского пола. Мой отец, Коншабия Хамготович Бакаев, закончил школу среднюю в селении Кызбрун, вернее в Баксане. В Кызбруне еще тогда не было школы. Закончив школу, он поступил в Ленинский учебный городок. И там он отучился два года, и после этого был послан в город Саратов. Там он закончил юридический институт. Это один из старейших институтов, который был в России. Мать Анастасия Гавриловна, она была урожденной в села Юнгеровке, Саратовской области, тогда губернии. И в городе Саратова мой отец с ней познакомился. Будучи студентом, конечно, этому браку дед не был рад. Он вернулся в Нальчик и начал работать в судебных органах. Ну, а потом уже началась война, и он ушел на фронт вместе с известной, знаменитой 115-й кавалерийской дивизией, которая состояла... она была многонациональной. Он участвовал во многих боях. Отец в Ростовской области получил два очень сильных ранения. Его забрали с поля боя. Там он получил первую награду. Он выжил, и потом где-то около полугода лежал в Орске. И мой дед Хамгот поехал на своей повозке. Несколько месяцев вез домой. И привез его из Орска к себе в Кызбрун. А в это время мы путешествовали по всему СССР, в сторону Москвы. Мы добрались только до Коломны, когда немцы уже под Москвой стояли. И началась знаменитая битва под Москвой. Мы были постоянно под бомбежкой. А мать работала на военном заводе, который был в Коломне. Они делали снаряды. Отец дал знать. И дед разрешил увидеть нас и матери заявиться в село. Потому что дед был против того, чтобы отец женился на русской женщине. Из моих дядей, так сказать, пять человек погибло. А в этой войне трое пропали без вести. Двое известно, где погибли. И только это заставило его потерять всех почти его сыновей. Осталось живых только трое. Мой отец, который с ранением вернулся. И самый младший Жабага. Так его звали. Он вернулся. Он горел в танке в Сталинградской битве. Появил орденом. Был награжден Отечественной войной первой степени. Он был 27-го года рождения. Молодой. А еще моложе. Жамальдин был 16-летним. Он был призван на фронт. Он пропал без вести. И дед остался один с женщинами. И, конечно, его тоска замучила. Но отца все равно он спас. Свой случайный факультет он закончил с красным дипломом. И поступил в аспирантуру знаменитого Института иностранных языков. Потом была служба в армии. Я закончил школу в Нальчике. Номер два. Это была чисто мужская гимназия. Женщин там не было. Только две-три женщины были преподавательницей. Остальные все мужчины, которые вернулись с фронта. Школа у нас была очень боевитая, надо сказать. Потому что и во время занятий взрывы были, и пистолеты стреляли. Потому что много разрушенных домов было. И мы ходили там, собирали патроны, винтовки, гранаты, лимонки. И с набитыми карманами шли в школу. Но директор у нас был бывший военный и физрук тоже. Они знали, чем это пахнет. Они уже стояли у входа в школу. И делали тщательную проверку. И давали нам по ушам и по одному месту. Я решил стать геологом. Я был зачислен в Институт цветных металлов и золота имени стали. Но затем на первом курсе же вышел указ. Не принимать на этот факультет людей с плохим зрением. А у меня было минус два с половиной тогда. И вернулся в Нальчик. Пришел заняться английским языком. И он мне очень понравился. Ну вот и я, закончив это отделение, и уехал в Москву в аспирантуру Института иностранных языков имени Мариса Тереза. Это базовый институт был. Институт был очень мощный, сильный институт. Там готовили перевозчиков для Организации Объединенных Наций, для ЮНЕСКО. Пришла повестка из военкомата. И сказали, что ты поедешь, скорее всего, в одну из развивающих стран. Скорее всего, в Африку. А если точнее, в Египет. Я почему-то на первых порах не очень желал направиться туда. Ну, армия есть армия, есть приказ. В Египте я был где-то четыре с половиной года. Я как со стажем преподавательской работы был послан в Академию имени Нассера. Там открывался команда штабной колледжи, который готовил военных высшего ранга. В основном, начиная от майора и дальше, до полковника, даже до бригадного генерала. По долгу службы мне приходилось быть в то время в командировке в Ливии, в Ираке и в Ливане. Я очутился весь в 82-83. Эта страна называется Нигерия. Это тоже экзотическая страна. Страна по площади не самая большая в Африке. Зато по населению в то время там было около 80 миллионов. Сейчас, возможно, больше. Притом, это страна, в которой очень много племен живет, которые до сих пор бегают по тропическому лесу с копьями, с луками и так далее. То, что мы делали там, тогда считалось правильным и нужным. А сейчас может выглядеть, мягко говоря, спорным. Система поменялась, капитализм есть, капитализм приспосабливаешься к этому делу, но все равно и там прожить год, два, три, пять, это утомительно становится. Вот в Америке лучше, в Англии лучше, а в Италии, ой, что там творится, а в Барселоне, в Испании и так далее. Ну, те, которые побывали там неделю, я их понять могу. Они в праздники побывали, они не окунулись на дно, как живут простые люди, какие там трудности. Ну, у них очень много минусов. Вы в этих странах, в людях, в большинстве души не найдете никакой. Там чистый прагматизм, нужен ты им или нет. У нас он тоже появляется постепенно. Когда ты нужен, тебя найдут. Где бы вы ни были, как и я в свое время, если вы окажете, вы уже через месяца, два, три будете страдать по своей стороне, по тем людям, которых ты встречаешь. Потому что лучше наших капказских народов ничего в мире нет. Сами себя они тогда называли интернационалистами. Сегодня кого-то из них так и называют. О других говорят, принимавшие участие в боевых действиях. О третьих не говорят никак. Потому что об их присутствии в данном месте и в данное время мировой общественности знать было не надо. Центром этой страны был Лагос. Официальный язык английский. И система государственного управления американский. Там 19 штатов. Когда в первый раз я прилетел, на втором или на третьем месяце, мы шли по Лагосу. Вдруг навстречу издалека видим. Все в белых одеждах движутся и лица, измазанные белым, одни глаза сверкают. В процессе движется навстречу. Страшная такая, у всех палки в руках. Кого-то прославляют. Оказывается, это было посвящено церемонии посвящения одного мелкого, трехгодичного принца, который должен стать королем. А эта толпа поет песни, орут, восхваляя этого будущего. Эта толпа подходит один, высокого роста нигерийц, весь в белом, измазанный, с такими выпущенными глазами, с висящими губами огромными, которые до носа достают. А абсолютно черные эти промежутки, где не закрашена белой краской какой-то, приближается ко мне, а я был в фуражке такой, противосолнечной. И сбивает с моей головы фуражку. Когда я хотел ее поднять, я получал удар по ногам. Потом второй. Потом неожиданно человек, который работал в магазине, взял меня сзади за шкирку и затащил в магазин. Я был изумлен всему этому и спрашиваю, в чем дело, что произошло. Он говорит, молчи и не выходи никуда. Человек, который меня затянул в себе в магазин, по-английски мне сказал, что идет определенный обряд, в течение которого никто не может быть с покрытой головой. И на ногах тоже ничего не должно быть. А если бы я тебя не затащил, тебя бы забили палками. Неизвестно, чем бы это кончилось. Вот один из обрядов таких. За 40 лет, прошедших со времени военной службы, в Египте Валерию Коншабиевичу так побывать и не удалось. И с друзьями он ни разу не общался. Не по своей вине, конечно. В 70-х с приходом власти Анвара Садата отношения между нашими странами стали холоднее. И в конце концов совсем заледенели. В походы вместе с батальоном эксперты русские идут. Их опаленных, запыленных, как избавителей. Здесь ждут. Мы как в Испании когда-то. Мы здесь нужны. Мы здесь важны. Мы неизвестные солдаты На дальних подступах страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон» 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 Нормально так стоит? Так. Отлично. Чуть-чуть еще к себе. Перед началом процента убедительная просьба отключить средства мобильной связи. Фото и видеосъемка запрещены. Как началось? В принципе, началось так же, как и до этого две постановки, которые у меня были с Аминой Жаман. Это моя однокурсница Амина. Это уже наша третья с ней работа. Если до этого это все-таки была классика, Амина выбирала, пробовала, то тут она написала пьесу сама на основе автобиографических фактов о Шаляпине. О Ниле. Дала мне прочитать. И мне безумно понравилось, потому что из того, что сейчас я читаю, читал, это действительно современная драматургия. Очень сильная. По наполнению, по драматизму, по драматургии, по юмору, что сейчас очень редко. И мне безумно понравилась эта роль. Ты хочешь сказать, что пошел на оперу без меня? Не потому что женат. Конечно, нет. Что касается партнеров, для меня это тоже был такой вызов, потому что я первый раз работал с оперным певцом, с Лешей Тихомировым. Для меня, когда мне сказали, я так, честно, чуть-чуть напрягался. А почему? Потому что я не знал, ну как бы для меня это новое, напрягался по-хорошему. Волнение было. Я не умею петь совершенно. И для меня это, ну то есть, такое не преклонение, нет, а уважение. И когда вот у Леши, на первой петиции пришел Леша, и когда он спел, это было сильно. Он же со своей кухни приходил, со своей такой вот, как они работают, музыкальные. Это совсем другое. Другие правила у них. У них все более строго. Они более перфекционисты. У них все прям математически все должно быть. И это правильно. Нальется сердце тято, так тяжко, тяжко станет, Что волокер стучит в ушах упора, И проклятие и душит что-то. Душит и голова дружится, Мне позвонила моя очень давняя знакомая Альфия, Которая в Татарстане является творческим деятелем. И она мне позвонила и сказала, Алексей, одна очень интересная режиссер, кинорежиссер, Ищет на роль Федора Ивановича Шаляпина, оперного певца. Я думаю, что ей было бы очень интересно этот проект. И вот сама идея пьесы о том, Что Федор Иванович находится в Нью-Йорке, Он уже в довольно зрелом возрасте, Это он уже был в эмиграции. И выступая в Метрополитен-опера, Американский драматург восхитился актерской игрой, Талантом Федора Ивановича, И предложил ему участвовать в его пьесе И сыграть главную роль в религиозной пьесе «Смеялся ли Лазарь?» Вся пьеса завязана на телефонном разговоре, Потому что это центровая часть, Где они через своих агентов решают будущий проект. Мне очень нравится эта сцена, Потому что она очень динамичная, Да я вообще сомневаюсь, Что эту пьесу когда-либо поставят на бродвей. Он сам читал ими. Я ее даже писал. Но тут же написано. Мы вначале как бы не имели какой-то площадки Для репетиции, мы встречались в каких-то кафе. И вот под шум всяких столовых пьесов Приборов мы готовили эту пьесу. Ленис, пошлите мне священная на власть, Благословенье, да буду благ, И праведен, как ты, Да в славе правлю свой народ. Где только мы не репетировали. Поэтому на самом деле Триполи даже было очень удобное место. Там было все для репетиции, все условия. Ближе к губе, чем к носу. Да, ближе к губе. Вот это как раз нам период, Вот этот муж и назначение. Красавчик. Ирландцы они такие, да? Зина, наша дорогая Зина, гример. Вначале она предложила возможные варианты грима Федора Ивановича. Вот я был немножечко как бы настроен пойти дальше. То есть не просто как возможный грим Федора Ивановича. Я хотел сделать почти один к одному тоже. Поскольку у нас есть определенная задача, чтобы мой герой на сцене был почти копией Федора Ивановича. Понятно, что это невозможно. Но это пришлось бы делать какими-то другими уловками. Но грима это самый главный помощник. И мы нашли прическу Федора Ивановича. Как это можно закрутить его? Чуб. Сделали из новой бороды. И сделали как раз-таки шаляпинскую, вот эту вытянутую татарскую бороду царя Бориса. Усы, брови его. Какого такого Бориса-царя? Бориску? На царство? Так он призлым решил за предобрейшее отплатить. Холоп. Повинен смерти. Как на буншу нашего похоже. Все новое. Это вам не бывший товар. Забираем. Это комедия с элементами оперы. Такого не было никогда в мировом театре. Это уровень Бродвея на российской сцене. Можно сказать, что я делаю бродвейский спектакль в России. И такого никто не делал до меня. Поэтому это реально было воплотить именно на, так скажем, альтернативной площадке. Не в репертуарном театре, а на сцене музея Глинки. Музея музыкальных инструментов. И я очень рада этому факту. С кем ты разговаривал? Шаляпин. Дорогой, с тобой все хорошо? Карлот, я не сошел с ума. Это было видение. Каждый образ всегда рождается от мелочей. Ты никогда не знаешь, что тебе в голову привез, что тебе подскажет. Помимо того, мне был огромный интерес сыграть американца. Это две темы. Русский, американец, русский театр, американский театр. Это очень громадная сейчас, так сказать, наболевшая, накипевшая тема. Так как он болен, Анил, в конце жизни, я насмотрелся. Я чуть-чуть взял это у Валентина Гафта, потому что так получалось, что в эту манеру говорить сарказма, иронии такой жесткой. Владимира Алексеевича Андреева, тоже народного артиста из нашего театра «Эрмола». То есть у меня в этом смысле было что взять. Багаж у меня был. Я все ждал, где же мне это можно использовать. Не ждать же старости. Вот я и использовал. А буритончик-то не плохой уже, не плохой уже. А знаешь, Федор, такая постановка мне нравится больше. Не надо искать продюсера, договариваться с театром. Хочу рассказать историю про костюмы. Наш костюм-дизайнер Ольга Поликарпова, потрясающий художник по костюмам. Она сделала коронационный костюм Бориса Годунова просто великолепно. Я больше 18 постановок в мире исполнял в разных спектаклях Бориса Годунова. И везде разные костюмы, везде по-своему художники решают этот вопрос. Но у Ольги просто потрясающее видение. И вот выделка всех костюмов очень качественная. С Шаляпином я работала еще много лет назад, когда сделала выставки для музея Большого театра. Была выставка такая большущая в Манеже, по-моему, в 2002 году. Я его костюмы одевала и для каталога, и для этой выставки. Поэтому я его костюмы руками трогала, и я их энергетику получала. Какие еще замечания по свету? Нет, никаких замечаний. Главное, что точки мы установили. Да, вот я сейчас был точно в тех точках, где начинаю петь в троне, когда уже там далеко. Эта постановка, конечно, необычная. Ее особенность в том, что она должна играться буквально на любой площадке. И мы должны обеспечить премьерную картинку в любом месте, где может играться эта работа. Мы включили в сценографию некоторые детали. Это театральные светильники, это большой столб, который засветился, фонарики у гримерного стола Шаляпина. Это рампа, которая присутствует на краю сцены. Эти маленькие, скажем так, вкусные вещи, они передают дух эпохи, которые многие уже и не знают, и не застали. Зато они обладают ценными качествами, которыми не всегда наделены русские актеры. А именно, большим чувством меры и большей пластической свободы. Значит, только в этот момент, а так? Уважение к Федору Ивановичу безмерное. И это для меня большая честь, конечно, что Амина Жаман выбрала мою кандидатуру в этом смысле. Я очень доволен, что мы сегодня в полном, надеюсь, составе, что мы сегодня будем играть. Я желаю публике хорошего настроения и приятного просмотра. Я хочу напоследок пожелать этому спектаклю жизни. Вот жизни. Потому что мне кажется, что она должна у него быть. Действительно. Потому что в нее слишком много вложено любви, энергии, денег. Денег не впустую, а на какие-то действительно важные вещи во имя творчества. Кстати, Шаляпин первый в мире бас, записавший это произведение на пластину. Во всем, что он делал, было чувство избранности. Как точно сказал Станиславский, он стоит на вершине особо от всех. Наслаждаясь, Евгений. Наслаждаясь. Субтитры создавал DimaTorzok В 1990 году в сборнике научных трудов Сибирского отделения Академии наук СССР появилась небольшая публикация двух молодых ученых-археологов из Чечены-Ингушетии Джибраила Чахкиева и Евгения Нарожного, посвященная уникальной и очень редкой в своем роде археологической находке, сделанной в Васинском ущелье за три года до этого. В 1987 году ко мне поступила информация, что при проведении дорожно-строительных работ на окраине селения Верхний Аукун найдено какое-то погребение. Захоронение находилось на высоком берегу реки Ассы, напротив башенного комплекса Гаги-Халаш. Это был каменный ящик, сложенный с плотно подогнанных друг к другу сланцевых плит, внутри которых находились останки одного человека и большое количество предметов, принадлежавших ему. Это был железный шлем, склепанный из двух равных частей при помощи заклепок и горячей ковки. В нескольких местах шлема прослеживались явные механические повреждения. Кольчуга, некогда изнутри и снаружи обшитая плотной тканью с рукавами до локтя. Она имела высокий ворот, в левой части которого также имелись механические повреждения. Кольца кольчуги были разорваны. Металлические шарнирные налокотники, застегивавшиеся на две массивные пряжки. И богатый набор оружия. Что же касается самого погребенного. Это был мужчина ростом 180 сантиметров, скончавшийся от тяжелых ранений в возрасте 40-45 лет. При обследовании скелета было установлено, что его череп и грудная клетка были поражены клинковым оружием и стрелами. Затем ученых ожидала еще одна очень важная находка. С ним в погребении обнаружены были две серебряные, очень редкие, золотордынские монеты хана Пулада. Эти монеты чеканились в Хаджи Тархане во время правления Пулада с 1407 по 1410 год. Благодаря этой находке ученые смогли более или менее точно вычислить время жизни мужчины. Учитывая, что на момент смерти он находился в возрасте 40-45 лет, получалось, что жил он в конце 14-го, начале 15-го веков. Самое интересное нас ожидало при дальнейшем обследовании. Здесь же в каменном ящике мы обнаружили два кувшина, на которых одинаковыми буквами были с использованием древнегрузинского алфавита начертаны имя местного военачальника. Фото надписей на Асом Таврули. Именно так называется старинный вариант грузинской письменности. На котором они были выполнены, были отправлены в Тбилиси, где их исследованием занялся Георгий Гагашидзе. В 1987 году я тогда был старшим научным сотрудником Музея искусств Грузии. Прислали из Чеченовингушской автономной республики снимок фрагмента кувшина. И на этом снимке, на фрагменте, на обломке этого кувшина была надпись, вычерчена надпись Асом Таврули. И вот так читается эта надпись. Талерв. В языковом смысле я могу абсолютно чистой совести сказать, что слово «талер» в грузинском ничего не означает. Если говорить об этом термине с точки зрения ингурского языка, с точки зрения ингурской аномастики, то это «теларв», то есть «телар есть», это имя собственное. Но кто и почему записал имя ингуша на Асом Таврули? И каким образом грузинское письмо появилось в ингурских горах? У нас это часто, мы их находим. Находим на склепах, на башнях. Ингушско-грузинские отношения начинаются испокон веков. Первый царь, объединяющий грузинского государства, Парнаваз, был женат на ингушке из Дурдзукетии. Когда его внука свергили, он пришел сюда, попросил войско у ингуши, они пришли, опять посадили его царство. Неоганократно ингушист спасали грузин тоже от нашествия. И взаимно работали. После научных изысканий, оружие и защитная амуниция, принадлежавшие воину Талару, были отправлены в город Грозный, столицу бывшей Чечены-Ингушетии, в объединенный государственный краеведческий музей в те годы самый крупный на Северном Кавказе. В ходе, прежде всего, первой военной кампании музею был нанесен значительный ущерб. Поскольку в результате военного действия было утрачено до 90% наших музейных фондов. И предметы из воинского захоронения в Верхнем Алкуне разделили судьбу большинства экспонатов Чечено-Ингушского музея. На сегодняшний день их судьба неизвестна. Под властью монголов оказывается вся равнинная полоса Северного Кавказа. Она входит в состав улуса Джучи, становится частью Золотой Орды. Однако предгорные и горные части Северного Кавказа остаются свободными, и, надо отметить, так и останутся незавоеванными монголами за более чем 200-летнее их присутствие в регионе. Таким образом, Золотая Орда разделила Кавказ территориально, культурно и экономически. С этого момента образ жизни коренного населения Кавказа, укрепившегося в его горах, и его часть, оставшаяся на теперь уже Золотоордынской равнине, меняется кардинально как сам по себе, так и в сравнении друг с другом. Оставшиеся жить на завоеванных территориях вынуждены приспосабливаться к новым условиям обитания. А в горах разворачивается движение сопротивления, и одновременно развивается мощная линия обороны. Ведь прямо у выходов из горных ущелий начиналась Орда. Дело в том, что по данным археологии, в горах Ингушетии находится большое количество монгольского вооружения. Как считают ученые, это как раз результат набеговой системы пресловутых выходов на Орду. Все это богатое монгольское вооружение, которое находят в горных областях Ингушетии, связано как раз таки с набеговой системой, когда горцы Ингуши осуществляли периодические нападения на монголов и в качестве трофея забирали шлемы, сабли, колчаны и так далее. Вот здесь у Талевра Гагиева шлем монгольский. Великолепный шлем, он, по-моему, я еще одну аналогию видел, пока он уникальный. У него оказался на локотнике тоже монгольский. И, скорее всего, Телар в этих походах не только участвовал, он их возглавлял. Судя по комплекту вооружений, он военачальник конного отряда был. Он у него снаряжение, все для ведения боя в конном строительстве. То, что это был видный, заметный военачальник, это несомненно. Это тяжело вооруженный воин, как считается. Таких погребений, типа этого, всего 4 или 5 на 1000 погребений. Если же говорить о крупных военных сражениях, в которых мог участвовать Телар, то, вероятнее всего, это были битвы с воинством Тамерлана. Он активизировался на Кавказе как раз в то время, когда Телар стал активным участником процессов, происходивших в регионе. Тамерлан, так же, как и его предшественники монголы, не прошел через Гаги-Мохк вглубь Ингушетии. Все фольклорные предания, связанные с ним, локализуются в районе Датыха и Алкуна. А вскоре, поняв, что ему так и не удастся удержать регион, он окончательно покидает и весь Северный Кавказ. В тот период, период нашествия у нас Тамерлана, в ряде мест мы фиксируем даже вот каменно-ящичные захоронения в три слоя, насколько много убитых было. Но Телар в число тех погибших не входил. Как мы знаем, в его могиле находились монеты Хана Пулада, которые чеканились три года с 1407 по 1410. А значит, совершенно точно, что по крайней мере до 1407 года он был жив. Так что же еще могло случиться в этот период? Ведь Тамерлан ушел, а Орда была разгромлена. Несмотря на то, что Тахтамыш был разбит на голову среднеазиатским завоевателям Тимуровым, все-таки инерционно Золотая Орда все-таки существовала. И, конечно, не было того могущества, которое было в предшествующий период. И уже в 15 веке постепенно как раз происходит закат вот этого политического образования. На осколках Большой Орды начинают появляться новые политические образования. Такие, например, как Орда Ногайская, которая также пыталась утвердиться в регионе, вступая в вооруженные конфликты с горцами. Сегодня мы не можем сказать наверняка, когда и в каком именно сражении погиб Телар. Единственное, о чем можно говорить с уверенностью, так это о том, что обстоятельства смерти этого человека были по достоинству оценены его соплеменниками. Его на возвышенном берегу осы похоронили, чтобы постоянно с верхнего лакуна было видно, и показывали молодежи, что вот там захоронен легендарный воин-герой Таллера. И все же есть один предмет из захоронения Таллера, который дошел до наших дней в целости и сохранности. Это одна из двух монет Хана Пулада, тех самых, по которой ученые определили время его жизни. Кроме того, Мамаев Хамид, бывший коллега Чехкиева Джабраила, довольно оптимистично настроен по поводу судьбы остальных предметов. Музейные, так сказать, специалисты, в буквальном смысле рискуя своими жизнями, пытались спасти то, что можно было спасти. В их числе, кстати, был и Джабраил Юрьевич Чехи, который уделял тогда очень много внимания, так сказать, этим археологическим материалам. В итоге что-то у нас собралось, и вот сейчас мы ведем разборку остатков археологических коллекций, которые входили в состав, так сказать, фондов объединенного музея, мы будем разбирать часть ингушской коллекции, безусловно. Есть надежда, что что-то сохранилось. Что ж, будем надеяться на это. Кто знает, может быть, доспехи ингушского бяча когда-нибудь снова окажутся на родной земле в коллекции музея, который скоро расположится в боевой башне Согласия. Наш эфир завершен. Берегите себя. Всего вам доброго.